Мы находимся в Школьном музее. История школы. Богатая и привлекательная история нашей школы. Возникновение ее связано с появлением и развитием грузового порта на берегу РТШ. Порт строился с целью перевоза грузов на север в связи с открытием там месторождений нефти и газа. Набирало темпы строительства речного порта, быстро увеличивалось количество жилых домов, росло число учеников и в 1975 году здесь построили и новую школу. И на экспозиции «Так все начиналось» мы видим исторически важные моменты открытия средней школы номер 2. Здесь же отражена и школьная жизнь, линейки, митинги у Белиска Славы Речников, туризм и спортивная работа школы. Далее, стенд с фотографиями всех директоров школы. Все они талантливые люди, педагоги, высокие профессионалы, которых уважают и ценят не только учителя и учащиеся, но и все жители микрорайона. Рядом находится экспозиция, посвященная педагогическому коллективу школы. Здесь помещены фотографии учителей-ветеранов, работающих в школе и находящихся на заслуженном отдыхе. О каждом из них собран богатый материал. Большое место занимают материалы, рассказывающие о том времени, когда в школе были детские организации. Октябрятская, Пионерская, Комсомольская. Пионерская дружина школы носила имя Героя Советского Союза Венгирского. В музее бережно хранится атрибутика этих организаций, альбомы с фотографиями. Лучшие традиции продолжаются и сегодня. Школьная детская организация «Бригантина» – одна из лучших в нашем городе. Бажное знаковое событие для микрорайона Иртышский – это открытие памятника обелиска Славы Речников. Из 364 речников, ушедших на фронт, 134 погибли и пропали без вести. В честь них воздвигнут и открыт обелиск Славы в 1975 году. Ежегодно 9 мая здесь проводятся митинги с участием ветеранов Великой Отечественной войны, работников речного порта и учащихся школы. Экспозиция «Защитники Отечества» – это дань памяти и уважения защитникам Родины во все времена. Здесь находятся фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, которые долгие годы успешно и плодотворно работали в школе. Фотографии участников боевых действий в Афганистане, которые в разные годы закончили нашу школу. В школьном музее о каждом из них собран материал и бережно хранятся их личные вещи. С 2012 года действует виртуальный школьный музей, в котором отражается постоянная поисковая, исследовательская, краеведческая деятельность музея. Школьный виртуальный музей стал победителем областного конкурса виртуальных музеев. Большое место в нашем музее занимает экспозиция предметы быта 19-20 веков нашего края.